В цитате, обычно приписываемой Гарри Линекеру, говорится, что в футбол играют две команды, а выигрывают немцы. То же самое можно сказать и про глобальные стратегии. Всякий может попытаться сделать хотя бы одну стратегию, и может быть у него даже получится, как в случае с Пак с Романом. Но поставить производство игр этого жанра на конвейер удалось только студии «Парадокс». Итак, XIV век. От Византии, давшей название дополнению, остались лишь жалкие земли по берегам проливов, ведущих из Черного моря в Средиземное. С востока изо всех сил наседают турки, а на западе претендентов на территории хватает. Вот в таких условиях мы получаем некогда великую страну, которую предполагается снова сделать великой. И начинается оно обычно с того, что время игры меняется на 50-100 лет. Затем добавляется еще что-нибудь интересное, и все готово. Кроме того, в дополнениях отлаживаются ошибки основной игры, и все остаются довольны. Так было и на этот раз. В Третьей Европе у нас всегда была возможность в корне поменять будущее континента. Такое вполне было возможно и во второй части игры. Но там нас изо всех сил подталкивали к историчности. Совершил что-то не так, и вот уже все против тебя, а экспансия заклебывается в крови. В Византии же наоборот. Появились дополнительные миссии, подталкивающие к перестройке истории и созданию альтернативного будущего. А ведь альтернативы и у той же Византии, и у Руси действительно были. Вот и попытайтесь осуществить их на практике. Хватает и просто случайных миссий, согласно которым вы должны сделать то или иное действие. Например, обратить Киев в католическую веру. Действительно новым стало введение светских и религиозных указов. С помощью них можно запросто изменить состояние страны и отношения населения. Однако чаще всего для таких указов надо изменить что-то в политике и экономике страны. Да и не факт, что их принятие все наладит. Могут возникнуть и проблемы. К числу более мелких нововведений стоит отнести советников, новые фильтры карт и национальные идеи. Но надо отметить, что они гораздо полезнее, чем просто кучка мелочей. Еще это радикально изменило подход к религиозной жизни. Если раньше можно было гибко настроить отношение к религиозным меньшинствам, то теперь это невозможно до появления национальной идеи. Приходится очень старательно развиваться. Куда сильнее изменения в области военных действий. Так истощение от войны стало крайне важным параметром. Стоит затянуть войну, и вот уже население нашей страны стонет, появляются мятежники, а отряды постепенно уходят с передовой, дабы наводить порядок на родных просторах. Тем более, что мятежники не просто бродят по стране, а чего-то требуют и норовят выделиться в отдельное государство. Крестьяне желают уменьшения налогов, религиозные фанатики смены религии и так далее. Умелые полководцы смогут использовать такие изменения себе во благо просто громя полки противника. Добивать их теперь гораздо проще, чем раньше. Сильно изменилось отношение к стабильности. Если раньше вы десятилетиями наводили порядок в завоеванных странах, то теперь достаточно всего нескольких лет. И это далеко не все. Были изменены схемы, ранее относившиеся только к основной игре или первому дополнению. Такие, как колонизация и освоение земель в новом свете. Только на простое перечисление всех новшеств потребуется несколько страниц печатного текста. Вот мы и подошли к главному вопросу. Стоит ли играть в Византию? Конечно же стоит. Ведь это не просто несколько новых миссий и несколько изменений. По сумме этих изменений Европа-3 Византия фактически стала совершенно новой игрой с другими правилами. очередное дополнение вдруг стало совершенно новой игрой с практически неограниченными возможностями для изысканий и развития.